Здравствуйте! Северодвинск сегодня выбирает мэра города, областных депутатов и депутатов горсовета. Вы смотрите специальный выпуск Вестника Северодвинска в студии Владимир Богомолов. Мы работаем в прямом эфире. Первые лица города сегодня первыми исполнили свой гражданский долг. Мэр Северодвинска Михаил Гмырин пришел на свой избирательный участок, это 31-я школа на Яграх, в 9.45 и проголосовал за понравившихся кандидатов. Последовать его примеру и повлиять на будущее города Корабелов может каждый северодвинец. Первое лицо города Михаил Гмырин рассказал, он родился 1 марта 59-го года. В этот день проходили выборы в Верховный Совет СССР, поэтому, пошутил мэр, вся его жизнь с детства связана с выборами. Впрочем, ко дню голосования он готовился серьезно и заранее определился, напротив чьих фамилий в бюллетенях поставит галочку. Это очередной этап, и здесь, безусловно, оценка жителей работы администрации города за последние 4 года. Поэтому я бы не сказал, что это праздник, это определенный экзамен. Первые избиратели были в 8 часов утра, до 10 часов утра не очень активно шли, а сейчас, прям вот вы сами видите, люди идут и идут. Насколько будут, конечно, активно, это мы увидим по итогам голосования, говорить еще рано, но я думаю, все будет хорошо. Одной из первых на свой избирательный участок пришла Раиса Ивановна с мужем. Говорит, раньше выборы были праздником, а сейчас они проходят более спокойно, зато демократично. У нас такое воспитание, мы все время ходим. Если сейчас не придешь, то в другой раз придется идти. С утра пораньше отдать свой голос пришел и председатель городского совета депутатов Владимир Мелехин. Северодвинцам он посоветовал не лежать на диване, а принять активное участие в политической жизни города и области. Я бы им посоветовал прийти все-таки на избирательные участки, потому что решаться практически судьба города Северодвинска. Чем мы активнее проголосуем, тем и высокое руководство оценит. И просто люди будут понимать, что действительно избраны депутаты, мэр города, областное собрание депутатов. Это очень важно. Сейчас голосование набирает обороты. Наибольшее число избирателей на участках надеются принять после 16 часов. Отдать свой голос за кандидатов можно до 20 часов вечера. Елена Киева, Александр Сенков, Вестник Северодвинска. В эти минуты голосование проходит на 73 избирательных участках. На нескольких из них работают корреспонденты нашей телерадиокомпании. И в течение сегодняшнего дня мы сможем наблюдать за тем, как происходят выборы в режиме реального времени. На избирательном участке номер 789, это НТЦ «Звездочка», сейчас находится мой коллега Сергей Курбан. Здравствуй, Сергей. Как проходят выборы в Ягринском ДК? Сегодня в единый день голосования на острове Ягры развернуто сразу 5 избирательных участков. Здесь в НТЦ «Звездочка» их 2. По плану на них проголосует почти 5000 человек. В НТЦ проходит торжественный концерт. Ну а о том, как проходят сами выборы, мы поговорим с председателем одного из избирательных участков, Еленой Томеевой. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько сегодняшняя явка сравнима с явкой на прошлых выборах? Есть ли какие-то нарушения? И сколько человек к этой минуте уже проголосовали? Ну, явка у нас в этот раз будет значительно, наверное, ниже, чем была в прошлых выборах. Это связано с тем, что, значит, у нас границы участков изменились. И люди, которые привыкли много лет уже ходить на наш участок голосовать, их сейчас перевели на другой участок. И из-за этого вот получаются такие накладочки, когда человек приходит, ах, я не здесь голосую, ну и не надо, пойду домой. Говорим, куда ему нужно идти. И не все доходят до своего нового места голосования. Вот. На 12 часов сегодня у нас проголосовало 6% наших избирателей. Ну, надеемся, что где-то процентов 30, может быть, даже и 40 наберем. Будем к этому стремиться. Говорим, что приходите, своих соседей оповещайте, знакомым своим скажите, что все приходите, надо проголосовать. Сколько всего человек на вашем участке? У нас на нашем участке 2387 человек. А были ли в ходе выборов вот сейчас с утра какие-то нарушения, возможно? Нет, нарушений не было. Все проходит хорошо, все спокойно. У нас в составе комиссии много представителей партийных, объединений. Но мы с ними очень хорошо ладим, работаем в одной команде. Наша главная задача – провести хорошо выборы, без всяких нарушений. И все. Наша самая главная задача. Спасибо вам большое. Напомню, сейчас мы работаем в НТЦ «Звездочка». Здесь находятся сразу два избирательных участка. По плану на них должно проголосовать около 5000 человек. Напомню, выборы будут проходить до 8 часов вечером. Владимир. Спасибо, Сергей. Напомню, сегодня в течение всего дня мы будем наблюдать, как Северодвинск выбирает мэра города, областных и городских депутатов. В прямом эфире. Есть в нашем городе и участок, где голосование уже завершилось. Российский экипаж авианосца «Викромадития» поставил галочки в избирательных бюллетенях еще 5 сентября. 74-й по счету избирательный участок организовали в Баренцевом море. Он открылся в 8 утра и закрылся в 20.00 по московскому времени. «Викромадития» на один день превратился в избирательный участок номер 859. Открылся он, как и положено, в 8 утра, а закрылся в 8 вечера. Места для голосования расположили в брифинг-руме корабля. Там установили информационный стенд и три кабинки. В них поставили галочки более тысячи членов российского экипажа. «Проведем подсчет, по факсу и по электронной почте в Центральный избирательный комитет задавим результаты, а по приходу в Северодвинск уже передадим бюллетени и соответствующие протоколы». Результаты голосования на «Викромадитии» сейчас находятся в Северодвинском избиркоме. Пока они держатся в тайне, огласят их сегодня вечером после закрытия всех избирательных участков. Сегодня в единый день голосования в Северодвинске будут организованы дополнительные рейсы пригородных автобусов. Добраться до дачи или вернуться с нее в город станет проще. Дополнительные рейсы сделают автобусы номер 101, 103 и 104. Они отправятся из Северодвинска в 21.00, из СНТ в город в 21.40. Во всех остальных случаях городские и пригородные маршруты будут работать по графикам выходного дня. А сейчас готов выйти на связь с нами еще один мой коллега. Дмитрий Ефимов следит за тем, как северодвинцы вершат судьбу города Корабелов на избирательном участке номер 806. Это 11-я школа. Здравствуй, Дмитрий. Активны ли жители на этом избирательном участке? Здравствуй, Владимир. Сейчас я нахожусь в 11-й школе на избирательном участке номер 806. Он, как и все, открылся в 8 часов утра. На данный момент здесь проголосовало порядка 151 человека. Это примерно 6% от общего количества внесенных в список избирателей. Сейчас рядом со мной стоит заместитель председателя избирательного участка Шубина Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в целом обстановка на участке? Ну, обстановка на участке доброжелательная. Избиратели тоже доброжелательные. Так что все хорошо. Были ли нарушения? Нарушений не было. Елена Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот кто больше всего активно голосует у нас вот здесь, на этом избирательном участке? Ну, у нас активно голосуют, конечно же, люди пожилого возраста. Ну, наверное, это связано, скорее всего, что они более ответственные, наверное, относятся к выборам. Ну, хотя и молодежь приходит. А в целом явка, как вы оцениваете явку вот на данный момент? Явка, конечно, ниже, чем в президентские выборы. Но я думаю, что это все-таки еще данные были на 12 часов. Поэтому ожидаем все-таки побольше. Все, Елена Валерьевна, спасибо большое. Владимир. Спасибо, Дмитрий. На избирательных участках северодвинцы сегодня ставят галочки сразу в пяти избирательных бюллетенях. Голосуют за будущего мэра города, депутатов муниципальных и областных. Еще на двух листах избиратели отдают свои голоса за партии. О структуре выборов 2013 следующий видеоматериал. Сегодня, 8 сентября, такие кабинки станут самым популярным местом в городе. Через них пройдет порядка 160 тысяч северодвинцев. Все ради того, чтобы поучаствовать в судьбе города и области. На 73 участках Северодвинска сегодня проходят выборы 2013 года. Кстати, в этом году для некоторых избирателей поменялись центры голосования. Наши участковые комиссии должны были до выборов в каждый почтовый ящик опустить приглашение, где каждому избирателю должно быть указано, на каком участке и по какому адресу голосуют. И номер телефона участковой избирательной комиссии, куда он может обратиться. Структура голосования осталась привычной. Вначале избиратель приходит на свой участок, подходит к участковой избирательной комиссии с паспортом. Расписывается и получает бюллетени. В этом году их 5 штук. С первым бюллетенем все ясно. На нем кандидаты в мэр, их 6 человек. В следующих двух бюллетенях избиратели голосуют за депутатов-одномандатников или самовыдвиженцев. Одни из них идут в областное собрание, другие в муниципальное. Еще на двух листах избиратели отдают свои голоса за партии. Они также делятся на тех, кто выдвигается в область. Их будет в бюллетене 19 штук, и муниципальных их 9. Сами выборы пройдут с 8 утра до 20 часов вечера. За всем процессом будет следить участковая комиссия, наблюдатели от партии и депутатов, также полиция. Нельзя агитировать на день выборов за какого-либо кандидата, за какого-либо партию. Нельзя вмешиваться в процесс голосования избирателей. Нельзя нарушать тайну голосования. Нельзя разглашать персональные данные. Для тех, кто еще не определился с выбором, на участках есть подробная информация о каждой партии и депутате. Кстати, последних в этом году 95 человек. В каждом округе разные. Те, кто по каким-либо причинам не может явиться на выборы, проголосуют на дому. Для этого необходимо до 14 часов сегодняшнего дня сообщить участковую комиссию об уважительной причине отсутствия. После окончания выборов участковая комиссия подсчитает голоса. И завтра утром область и город узнает своих избранников. В Норвегии в понедельник тоже будут проводиться выборы. Нашим соседям, скандинавам, предстоит избрать депутатов парламента. В Норвегии он называется «Стортинг». От этого выбора зависит многое. Партия, набравшая большинство, сможет сформировать правительство и назначить своего премьер-министра. За тем, как в Норвегии кипят политические страсти, наблюдает наш корреспондент Наталья Аскерка. Сейчас она находится на связи. Здравствуй, Наталья. Чем отличаются выборы в Норвегии от российских выборов? Здравствуй, Владимир. У российских журналистов есть действительно уникальная возможность наблюдать за выборами по-европейски. В Норвегии сегодня, последний день перед голосованием, сам же процесс пройдет в понедельник. Впрочем, избиратели голосовали здесь в течение всей недели, в том числе и через интернет-портал. Норвежцы выбирают 169 депутатов «Стортинга» местного парламента. Получается, ей пройдет партию. Сейчас главная борьба развернулась между консерваторами и либералами. Лидер последний, Йен Столтенберг, уже в течение 8 лет бессменный премьер-министр. Интересно, что кандидаты в рамках агитационной кампании ходят по улицам Урфла и лично общаются с местными жителями. Кстати, эту предвыборную кампанию в Норвегии уже называют самой масштабной в истории страны. Либералы ежедневно дарят потенциальным избирателям по полмиллиона красных род, символов демократии. Ориден консерваторов активно фотографируется и даже обнимается с людьми. Издательные пункты в виде палаток в Норвегии развернулись прямо на улицах. Каждый день, даже в рабочее время, сюда выстраиваются большие очереди, причем в основном из молодежи. Итоги голосования норвежцы будут подводить завтра ночью. Владимир. Спасибо, Наталья. Напомню, это была наш корреспондент Наталья Аскерка. В Осло она наблюдает за тем, как проходят выборы в Норвегии. Весь личный состав МВД по городу Северодвинску сейчас находится на патрулировании и охране избирательных участков. Такие меры приняты для осуществления полной безопасности выборного процесса. Итак, зафиксированы ли какие-либо нарушения на данный момент? Спокойствие и только спокойствие за прошедшие пять часов выборов на избирательных участках не было выявлено ни одного нарушения. В настоящее время 100% сотрудников полиции задействовано охрану общественного порядка, в том числе и на избирательных участках, на прилегающей территории, а также патрулирование на территории города осуществляется. На данный момент каких-либо нарушений выборного законодательства не зафиксировано. Для предотвращения терактов и других серьезных нарушений охрана всех избирательных участков сотрудниками полиции ведется еще с 6 сентября. Правоохранители обследовали каждое помещение со специально обученной собакой, так что горожане могут быть спокойны за свою безопасность. Информация о выборах со всех избирательных участков стекается на Бычука-2. Там находится территориальный избирком. Сейчас у нас есть возможность связаться с ним. Последней информацией о явке избирателей владеет моя коллега Елена Киева. Здравствуйте, Владимир. Сейчас мы находимся в Северодвинском избиркоме. Каждые два часа сюда стекается информация со всех избирательных участков Северодвинска. И о самых свежих новостях, о том, как проходят выборы, нам расскажет Борис Сундозеров, председатель Северодвинской территориальной избирательной комиссии. В целом выборы проходят спокойно, организованно. Единственное, что явка избирателей небольшая. Значит, на 10 часов утра проголосовало 1,91% избирателей, на 12 часов проголосовало 5,82%. Если в количественном измерении, то 9214 человек. Ну, а есть какие-то прогнозы все-таки? Прогнозы дело неблагодарное, но явка будет невысокая, я так полагаю. В сравнении с президентскими выборами будет гораздо ниже, конечно. О самых свежих новостях и последних цифрах нам рассказал Борис Сундозеров, председатель Северодвинской территориальной избирательной комиссии. Владимир? Спасибо. И пока это все новости с избирательных участков Северодвинска. Напомню, что сегодня в течение всего дня мы будем наблюдать, как Северодвинск выбирает мэра города, городских и областных депутатов в режиме реального времени. Следующее прямое включение в 20.00, поэтому не прощаюсь. До встречи в вечернем эфире. В понедельник 9 сентября в Северодвинске ожидается ветер северный, северо-западный, умеренный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет стабильным и составит 770 миллиметров ртутного столба. Облачно, без осадков. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 11-12, днем от 14 до 15 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова